Всем привет, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала, с вами Prankster, и в этом гайде я вам расскажу, как пройти миссию Framing Frame, по-русски эта миссия называется Подстава с картинами, в игре P-Day 2, на уровне Overkill, день 3, Подставился в одиночку. Итак, ребят, покупаем Васец Bodybags, ребят, надеюсь, я говорила слишком тихо, потому что сейчас у меня вечер уже, как бы уже поздный вечер, так сказать, поэтому надеюсь, меня не слишком, не слишком тихо слышно, и покупаем, о, нет, стоп, не это я купил, да, вот это покупаем, надеюсь, вы увидите, что я купил Васец, а в этом я расскажу чуть позже, купил я Мишеля Трупов и ещё кое-что, в этом кое-что мне расскажут попозже. Так, ну всё, ребят, пошли. Как я сейчас говорю, миссия требовательная и требует терпения, поэтому сразу говорю, что я буду иногда засиживаться в некоторых местах, например, где много охранников будет, надо подсидеться, подождать. Нужно терпение. Так, ребят, хочу сразу сказать историю самой миссии. Нас высадили на крыше, на крыше дома сенатора. Мы должны его подставить. Каким образом? Мы должны, первое, открыть его, найти его хранилище. Второе, открыть его. И третье, посуду эту кокаин. И четвёртое, сбежать. Всё, всё кажется просто, но не так всё просто. Чтобы открыть хранилище, нужно пять вещей. Телефон, его телефон, его планшет, его ноутбук, его два жестких диска. Пять вещей. Их надо найти. Это первое. Потом всё объясню. Эти пять вещей находятся в доме случайно рандомно. И Бэйн, наш начальник, так сказать, дал нам вот такой вот компьютер. Это не вас я купил, это был такой. Он позволяет нам смотреть в комнате. Вещи помечаются жёлтым. То есть, раз и карточка. Два. Отлично. Да, два. То есть, две на третьем даже. И больше я ничего не вижу. Нет, вот это что-то я заметил. Да, там ещё что-то было, стоите. А, вот, 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 вот. Тут лежит за стеной, просто плохо видно. Это запомню, и всё. Ребят, как я уже сказал, всё рандомно. То есть, может быть такое, что все вещи появятся на вашем экране сразу. Может быть такое, что не все вещи. То есть, например, вот, бывает такое, что на экране ноль вещей. Их лучше бывает в таком нормальном варианте одна. Но бывает такое, что все пять вещей. Сейчас мне попалось только три вещи, и сами понимаете, это недостаточно. Нужны пять. Потом буду искать. Начинаю, пожалуй, отсюда. А здесь обычно что-то может лежать. Здесь тоже. Здесь карточка. Всё, спускаем. Здесь камера. Нет, камера. А, так, вот здесь может что-то лежать. Но это не факт. Вот здесь может лежать. Сразу говорю, ребят, это гайд. Я буду говорить, где лежит, только тогда, когда рядом нет охранников. Поэтому... Ё-моё. За этим шкафом может быть... Это хранилище. Всё, ребят, не отвлекаюсь. Иду дальше. Ставлю СМ-ку. ИС-7 здесь, кстати, очень нужен будет, но... Кстати, на этот шум может прийти охранник. У меня 30 секунд работает, это очень долго. Он вообще понадобится, ребят, кстати. Ё-моё. А, всё, хрят. Пусть лучше охранник пройдёт мимо, не заметит. Есть такой скилл, ребят. Шестое чувство. Когда я стою на месте, помечаются охранники. Ребят, надеюсь, я серьёзно говорю не слишком громко, не слишком тихо. Просто я сегодня весь день записывал видео. Вы, наверное, думаете, что я весь день был занят. Сейчас ещё конец лета, ребят. Сегодня 28 августа. Это видео, скорее, было уже в сентябре, если не в октябре. Потому что я плату каждые 5 дней. В октябре... Почему я, ребят, так вот сейчас, вот конец августа, выложу в начале октября? По одной простой причине. Я пойду в школу, 11 класс, мне будет не до видео. Естественно, я буду снимать, но, естественно, там не 3 раза в день, а, может, раз в неделю. Поэтому я записываю заранее. Но вы выпускаете, буду стараться каждые 5 дней, максимум каждые 7 дней. Как я уже сказал, ребят, миссия требовательная в плане внимания. Поэтому стойте и ждите, когда он лучше уйдёт. Пусть лучше он уйдёт, чем вы 20 раз поводитесь на глаза. Так, ребят, я ещё раз повторяю. У меня сейчас уже вечер, если я не весь день снимал. Вы, наверное, подумайте, что... То, что я весь день был занят. Нет, ребят, я весь день снимал, потому что... Хотел... Ну, как уже сказал, на будущее. Итак, кстати, ребят. Сейчас уже вечер, поэтому я говорю тихо. Надеюсь, меня хорошо слышно и хорошо... Видно, да. Под искусственным светом обычно я сижу под... Солнечным светом. Даже забываю, я закрываю окно. Сейчас уже вечер. Блин, он не уходит, что-то возьмём надо ждать. Всё. Он ушёл. Надеюсь, ребят, вы не уснёте, поэтому я тихий голос. А то мне потом неловко будет. Будьте аккуратно, когда вы так выходите. Это самое опасное место. Так, одно опасное... Одно из самых опасных мест. Кстати, ребят, самое опасное место для стелса... Это, собственно, лестница. Вот эти помещения вам абсолютно не понадобятся, если вы проходите по стелсу. Да и тем более, ребят, я их использовать буду не по назначению. Я просто хочу здесь спрятаться, и всё. Хотя, у них нет своего назначения. Здесь обычно что-то лежит. Здесь тоже может что-то лежать. На подлокотниках тоже могут лежать предметы. На самой кровати может быть карточка. Сейчас, ребят, кое-что скажу. Сейчас, секунду. Ребят, запомните, что если вы проходите миссию... Какую-либо миссию по стелсу... Так, вот, ничего. Ребят, пожалуйста, запомните... Сейчас... Сейчас, секунду. Ребят, прошу вас запомнить, если вы проходите какую-либо миссию по стелсу... То вы можете убить не более четырёх охранников. Потому что убивая пятого охранника... Ёпта... Вы отвечаете на его на пейджер... И срабатывает тревога. Потому что на пятый пейджер отвечать нельзя, альберт. Потому что игра так присмотрена, что одинаковый голос... Это охранник начинает палить. Четыре пейджера можете спокойно убить, но пятого охранника не убивайте. Вижу, вижу, вижу. Вот плохо, ребят, кстати. Можно пропустить спокойно так. Вон, кстати, и камера плохо показывается. Да, ребят. Кстати, почему они мне плохо опалят? Вот как бы не сглазить, но всё равно. По одной простой, ребят, причине. Потому что я взял такие оружия с высоким консильтингом. Как это объяснить новичку? У каждого оружия есть скрытность. Сейчас, секунду. У каждого, ребят, оружия есть своя скрытность. Например, винтовка... Например, этот пистолет. Он имеет, допустим, скрытность 16. Нет, допустим, 30. Вы на этот пистолет поставили глушитель. Следовательно, скрытность уменьшается. Потому что его легче будет обнаружить. То есть он стал больше. Например, вы ставите на пистолет прицел. Некоторые прицелы не влияют на скрытность, но некоторые влияют. Так, дальше. Это может быть рукоять. То есть вы ставите более удобную рукоять. Это вам уменьшает скрытность, но добавляет зато аккуратность стрельбы, точность стрельбы. Или, например, вы добавляете... Сейчас. Новый магазин больше. Это добавляет вам больше патронов, но уменьшает скрытность. Блин, надо туда. Ладно. Эта винтовка, кстати, прикольная. Мне нравится. Охранников вроде нету там. Жалко, что ни один из вещей не может быть вот здесь. С тех пяти. Самое сложное, ребята, это не пять вещей найти. Хотя это тоже бывает сложно. Немножко другое. Так, тут я был. Там карточка просто лежит. Так. Ну, это не здесь, значит. Это значит... Если вы, например, по камерам посмотрели, что там нет ничего, значит, туда не надо идти. Думаю, понятно. Волнуюсь жутко просто. Еще раз, привет, прошу меня извините, потому что я тихо говорю. Я записываю не с первого дубля. Я вообще пытаюсь записать. Это с восьми часов вечера. А сейчас уже одиннадцать, блин. Хотя нет, полодиннадцатого. Набрал вам немножко. Все, ребят, надеюсь, что я не слишком тихо говорю. Вот, тогда охранник просто бесит. Если прямо начнется стрелять, там кучу камер может засечь, даже если они его не засекут. Велик шанс того, что вы попадете в стекло. И оно будет как на показ. Визитка о том, что вы тут. Мне нравится само строение этого дома, ребят. Это то, что если, например, охранник вот тут запалит, можно уйти вот так. А если тут запалит, то можно там уйти как-нибудь. То есть разработчики это все продумали. За что им хотя бы за это... Ну, за все, спасибо. Такс. Кстати, пистолет, ребят, какой я использую. Ну, вы, наверное, видели. До того, как начать миссию. Это компакт пистол. Он реально, ребят, маленький. Правда, в магазин не взял с нами побольше. То есть, в магазин, когда 10 патронов есть, так они есть. Он стреляет очень тихо. У меня есть другой пистолет с таким же уровнем скрытности. Он стреляет громко. Этот пистолет стреляет вот тихо. Надеюсь, что сейчас никого точно не придет на мой выстрел. Ах, там охранник был. Как он там оказался, черт подери? Ну, твою же мать. Как они там вообще оказываются? Еще мне не нравится, знаете, что? Кемперят за стеклом. Это вообще жесть. Если вот сюда зайдут, надо вовремя заметить. Самое опасное место, как я уже сказал, это лестница. На лестнице наибольший шанс спалиться. Один поднимается, другой спускается, другой выходит. Третий входит. Там их двое чувствую, да. Там еще один стоит. Сейчас, секунду. Там камера? Да, я сказал. Нет, там никак не прорваться. Ну, знаете, как в фильмах спецагенты с пистолетом вот так вот ходят. Каждый угол стрелится. Ё-моё. Кстати, винтовка лучше убивает, потому что пистолетом, пока я буду стрелять, он может уже достать из обоима, если я промахнусь и начать стрелять. И поэтому винтовка автоматически это самое лучшее, наверное. Оружие ближнего боя, я имею в виду из тихого оружия. То есть, винтовку можно взять на стелс, а вот пулемет, естественно, не возьмешь на стелс даже с глушителем. Или, например, у меня есть дробовик с глушителем. Скрытности вообще нету. То есть, как вы поняли, ребят, чем больше модификации идет на оружие, тем больше уменьшается скрытность. Пулемет атака так не возьмешь, дробовик тоже не возьмешь. Чем короче оружие, тем, например, специально можно укоротить ствол, чтобы больше скрытность была. Ё-моё, они меня кружили. Так, ребятушки. What the fuck is going on? Успею добежать. Сказал же, успею. Самое главное, чтобы камера не спалила. Сердце обед колодится как бешеное. Надо срочно успокоиться, чтобы прийти в норму. Убил двух охранников, ребят, серьезно. Не специально. Они меня окружили, ребят, у меня не было выхода. Класс, еще не все потеряно. Два охранника, я могу еще убить двух, максимум. Так, было бы неплохо, если бы здесь было хранилище. Это самое скрытное хранилище. Она находится вот за этим букшелфом. Вот. Классный, ребят, он здесь. Кстати, если я не увидел шон открыто, даже если бы там не было хранилище. Если бы тут не было бы хранилище, она была бы открыта. Они бы спалили, даже шкаф отодвинут. Фух, ништяк, ребят, у меня еще один мешок для трупов остался. Здесь, ребят, серьезно, вот я тихо говорю? Нет? Да вроде и не тихо. Это я, скорее всего, тоном тихо говорю. А так нифига не тихо. Ладно. Буду говорить как раньше. Чтобы в видео... Вот он, блин, лежал. О, я слепо шары. 20 раз здесь пришел, но еще не увидел. 100 раз прошел и увидел 101-й, прошел. Все по-другому. Так, ладно. Пусть то, чтобы он здесь был. А хрен там. Так, ладно. А, вот-вот-вот-вот-вот-вот. Ни хрен, ни хрен. Все правильно. Ладно, кстати, когда вы отходите, если у меня все сделали, надо отойти. Все равно будьте осторожны, потому что мало ли... Не торопитесь, потому что на спешке вас могут поймать. Сказалось бы, 20 метров добежать до лестницы, а тут может быть охранник вперед. Поэтому аккуратно. Угу. Найс. Вали, найс. Перфект. Как я уже сказал, это все с наливом. И Бэй, наш главный программист, наш... Наш главной мозг, так сказать. Если мы и руки, то он главной мозг. Он нам помог с камерами, он сейчас вот откроет хранилище. Мы уже нашли хранилище, поэтому все легко. Setup everything at the roof. То есть, все, сетапните здесь все. Я уже здесь все сетапнул. А Кезе компьютер. Компьютер находится в одном месте, он всегда в одном. Неизменчивая единица. Вот этот здесь и находится. Жуткая луность, как меня сейчас слышно вообще. Как меня видно. Один раз надо реконнектиться к нему. Сейчас я, ребят, все объясню. И зачем-то компьютер какую роль он играет. На самом деле, и большую достаточно. Особенно с совместным прохождением, большую роль. Так, найс. Могу убить еще двух охранников. Или одного. Нет, двух, двух. Двух или одного, я после того, как их убил... Нет, все, двух могу убить. Так, я знаю, где хранилища находится. У него прям в спальне. Если вот этих ребят тут нет, то на третьем этаже... Смотрите, если тут его нету, то на третьем этаже, то есть, чуть выше по лестнице поднимаетесь. На этом же месте, только это... Ну, короче. Покажу, ладно. Так, что быть, этот гайд, пожертвую собой. Вот тут. Из-за этой ерунды я рискнул. Ну, ладно. Это не ерунда, это мои подписчики, мои зрители смотрят. Так, если тут тоже... Ну, там не было... Не было самоохранение, что она вот за этой стеной. Тут ниже шкаф есть. Сами разберетесь там. Сейчас туда попереться точно не буду, потому что опасно. Всё, ребят, открываем. Походим прям в полотно. Уходим. Кстати, на тот шум, сдвиг-раздвиг, он не реагирует, потому что там будьте осторожны. Дальше, ребят, смотрите, что дальше происходит. Вот видите вот эту дыру? Это я купил в Ассоц. То есть, в активах по-русски. То, что многие играют на русской версии, неофициально. А есть, многие играют на русской официальной. Ну, если русская официальная тоже вышла, а некоторые играют на английской. Начальной, оригинальной, правильно говорить. Версии... Короче, в Ассоц я купил такую штуку. Я кидаю на крыше. Нам дают сейчас кокаин. И отсюда она будет падать. Сразу говорю, отсюда будет падать. Поэтому что... Сейчас я поднимусь и всё объясню. Лезнь в самый опасный момент. Вроде всё чисто. Из окна в нем в прошлый раз кто-то палил. Так, вот, ребят, смотрите. Сейчас нам кидают кокаин, чтобы мы подставили того самого сенатора. Смотрите, мы можем кинуть его сюда, а там поднять. Так как я играю в одиночку, я, естественно, этого делать не буду. Смотрите, каково план, если вы играете с другом. Один друг кидает, а другой друг поднимает. Это всё просто. Причём по скайпу, или как-то вы будете общаться, он говорит, кидай. Или говорит, не кидай, там охранник рядом. Поэтому, ребят, такая подсказка. Не показалось ли, я сейчас заметил там молнию. Кстати, вот сам Капитолий. Тут всё вокруг Капитолия. Тут картина галереи рядом с Капитолием. Потом, что там ещё было. Ещё какие-то миссии рядом с Капитолием. Вот этот вот белый дом сам. Овальный кабинет. Разработчики прямо, гляжу, патриоты своей стороны. Ребят, у меня большой опыт. Что-то у меня на губе было просто. Ребят, у меня большой опыт прохождения игры. Я больше года прохожу. И я понял, что на этой локации, ребят, смотрите, я не прошёл эту игру, миссию ни разу на уровне Hard, Very Hard, Overkill и Destination. Но, тем не менее, если вы оставите здесь сумку, то кто-нибудь, случайно даже охранник, вы не сможете за ней вернуться. Например, смотрите, вон там будет охранник, вам придётся где-то ждать за диваном прятаться. А пока вы там будете брать, а другой охранник пройдёт и заметит эту сумку. Поэтому, ребят, лучше повремените. Лучше сейчас 19 минут, я уже прохожу. Лучше пусть вы пройдёте её за 40 минут, но вы её пройдёте, чем перезаписывать и перепроходить. Вот видите, какая фигня. Ладно, кстати, встал, и тот там встал. Всё. На лестнице не стоите, потому что это проходной двор. И вам бежать некуда. Ё-моё, кто-то там палит. Кстати, если вы первый раз спалите с охраннику, то палитесь на 20%, потом на 50%, потом на 80% и так далее. Потом он вообще вас может за секунду спалить. Это я узнал из источника. Будьте осмотрительными на лестнице, ещё раз повторяю. Вот, видите, кто-то пошёл, и я бы его не заметил, если бы не поднялся. Зона палива, это, ребят, голова. Почему я его не могу поместить? Потому что голова его спрятана. У вас та же самая фигня. Моя голова спрятана, он меня не видит. Моя голова показалась. Он меня видит. Да. Нет, влазить не буду. Лучше, конечно, пригнувшись идти. Ё-моё, это что за фигня? А он там минуту 2, по-моему, будет стоять. Он там обычно ломается на минуту на 2. Кстати, ребята, если вы никого не убивали из охраны, то остальные охранники будут ходить и останавливаться на каждом углу. Типа ничего не происходит. А если вы, например, убили кого-то, они будут заходить туда, куда не должны. Поэтому лучше их не убивать. Но мне пришлось, ребята, они меня тот раз окружили. Единственный способ спасти стелс, это было убить охранника. Причем он было двое. У него было численное преимущество, у него были пейджеры, которые нам нужно было срочно ответить. Я успел, и все нормально. Сейчас лучше не нервничать, а просто спокойно где-нибудь переждать. Потому что... О, он ушел. Проблема в том, что он мог уйти туда. Благо у них фонарик... Ёб твою мать. Я испугался, ребят, честно, это не специально было. Короче, я так и думал, что у них, кстати, фонарики, вот они... Он спалился благодаря своему охраннику. Фонарику, черт с этим. Охранник спалился благодаря своему фонарику. Куда мы можем положить? Они сюда часто заходят, но тем не менее, можем сюда положить. Потому что пока я буду отодвигать, он еще раз сюда придет. Он услышит, и еще раз придет. Лучше уж... Успеть хотя бы три сумки перетащить, а потом... Конечно, можно кинуть их... Все. Через этот... Вот, фигню. Ладно, черт с ним попытаюсь. Он меня не видит, кстати. Я не знаю, почему. А охранники как-то странно оглядываются. Ладно, блядь, рискнуло, честное слово. Поставьте лайк, если это все выйдет в интернет. Если, блядь, это выйдет в интернет, пожалуйста, поставьте лайк. Это такой риск, ё-моё. Да где вы найдете такого обзорчика, который так рискует своим стелсом, который проходит уже поздним вечером, уже хер знает какой раз. И рискует стелсом. Я вам говорю, вот такого обзорчика, не найдете. Ну, вы найдете, может быть. А я один из тех, вы уже его нашли. Изи. Фак, е. Так, ну ладно. Надеюсь, лайк уже поставили. Так, дальше продолжим играть. Прям рискую, прям жесть. Бля, он сюда придется, саново бич. Смотри, если я не буду двигаться 5 секунд, он пометится у меня скилл. Сейчас, нет, сначала спрячу. Так решил. Его рядом нету. Ибо он пометился бы. Very good. Так и подставляем нашего... Не нашего, а... Как я сказал? Не мэра, а как... Блин, забываю. Так вот сказал я, не мэра, а... Сенатора. Помню, что на S, то ли сержант, то ли сенатор. Так, ладно. Продолжим. Ребята, у меня немножко болит горло, у меня першит. Поэтому прошу меня извинить. Так, ну окей. Что-то рисунки пошло. Ребят, вот плохо, что они могут ходить. У меня джаймеры кончились, поэтому это риск. Нет, я рисковать не буду. Ну нафиг, я решил не рисковать. Это, думаю, мудрое решение, многие поймут. Я уже рискнул один раз, поэтому... Я рискнул вообще много раз. Для того, чтобы показать на видео. Думаю, мне это зачтётся в виде лайка. Ладно, я не выпрашиваю. Нравится, поставьте. Не нравится, не ставьте. Всё. Фу, мне показалось, что здесь цветение. Мне показалось, что тут охранник. Я же испугался. Конечно, я не советую и тут оставлять сумку. Но... Сами понимаете. Тем более тут одному кидать. Но... Но как-то так получилось, что я решил рискнуть. Кстати, ребят, забыл сказать. Не бегайте по самому зданию. Понимаете, что по крыше в идеале лучше не бегать. Но хотя бы по самому зданию не бегайте. Потому что на ваши шаги они реагируют. Например, в прошлый раз я записываю уже, как говорю, не с первого дубля. Я пробежал по крыше. Через минуту они появились все на крыше. Там буквально три охранника появились на крыше. Скажется, совпадение? Нет, ребят. Я столько раз замечал на других миссиях. Блин. Тут рядом так стоит. Что... Именно на шаги реагируют. Также, ребят, охранники реагируют. Помимо этого шума. Еще на перезарядку оружия они реагируют. И на то, что вы меняете оружие. Например, сейчас объясню. Сейчас рискну опять. Например, вот так вот делаете, они тоже на это могут реагировать. Вот так сделаете, они тоже могут реагировать. То есть на перезарядку. Все, ребят, три сумки осталось. Или две. По-моему, три. По-моему, две уже. Нет. Говорят три, ну значит три. Может, он просто одну не туда положил, может. Вот сейчас, ребят, точно бросать нельзя. Потому что смотрите, сколько тут дофига. Он меня спалит мгновенно просто. Это будет... Сталось бы сорван был бы. Ребят, вы видите, мое шестое чувство. Мне подсказалось, что не нужно рисковать. В этот раз. Один раз рискнул. Судьба простила. Но второй раз не стоит. И это как бы оправдалось. Я же сказал, ребят, две. Я там просто одну сумку... Сумку я рядом бросил. Сейчас, ребят, еще объясню про хранилища. Через хранилища можно украсть золото. Золото можно украсить, если вы играете вдвоем. То есть, смотрите. Сейчас, ребят, будет. Я объясню после того, как доставлю все восемь сумок. Осталось три. После того, как я их доставлю. На лестнице, еще раз повторюсь, будьте осторожны. Лучше притормозить. Сюда так нельзя спуститься. Так, я расскажу про золото, про хранилища. После того, как все сумки вытащу. Как я уже сказал, не бегайте здесь. Я и не бегаю. На лестнице вообще, ребят, бегать не стоит. Это самоубийство. Вы уже сами говорите. Охранники идите на лестницу. Я тут самую излим. Ё-моё. Забывайте, два охранника. Ладно, пробегусь. Сейчас реально нужно пробежаться. Но это уже крыша. Это уже безопасная территория. Жалко, что ребят самому сюда спрыгнуть нельзя. Хотя это и логично, в принципе. Надеюсь, я не сильно тихо... Не тихо слишком говорю. Не слишком тихо. Всё, найс. Very nice. Very good. Блин, вот падла. У меня там сумка лежит. У меня джаммеры закончились. Обойти его никак нельзя. Либо убить, либо... На лестнице не останавливайтесь, ещё раз говорю. Что заступали здесь? Всё равно не останавливайтесь. Последняя сумка. Какого хера он там встал? Я же, ребят, извините, но... Это реально просто бесит. А сейчас оттуда ещё подниматься будет? А, кстати, с кокаином я могу белый, так что всё нормально. О! Типа Бэйн по рации вот часто отвлекает нас. Он часто говорит правильные вещи, типа... А, что, куда подключить? Куда надо отойти по-английски? А иногда какую-нибудь херню скажет, типа... Прошу прощения, ребят, за такие слова, но всё равно... Вот скажет, типа... Какая хорошая квартира, блин. Типа, это он только отвлекает. Реально. Я пока читаю субтитры, потому что пытаюсь выискать в его словах хоть какую-то полезную информацию. Я начинаю тупить. Так, вот, запомните это хранилище, ладно, забыли. Посмотрите это хранилище. И запомните, как оно выглядит, потому что я к нему больше не вернусь. А по одной простой печи я. Ёб твою мать! Я чуть не спалился. Вот прошу, ребят, меня извините. Такое ощущение, как в хоррор играю. Вот честно, надеюсь, вы понимаете меня прекрасно. Здесь вы те же чувства испытали, что и я сейчас. И, собственно, извинения просить не нужно. Опасная вообще квартира. Много выходов, хотя и нас спасает иногда. То есть, в один вход входит охранник, в другой вход мы уходим. Да, это просто жесть. Сваливаем. А, нет. Секунду. Если я поднялся, не для того, чтобы свалить, а для того, чтобы вам объяснить. Взломаем вот этот компьютер, который я вам сказал до этого. И откроется хранилище. Но проблема в том, что мы взламываем компьютер, открывается хранилище. И когда дверь открывается, то там появится лазер. Знаете, такие красные лазеры, сквозь которые нельзя пройти. На уровне оверкилл, она открывается на 20 секунд. На 25, по-моему, секунд. А для того, чтобы добежать с крыши и до оттуда. Нам нужно проедать один этаж, открыть ящик, зайти, взять золото и выйти с золотом. На это уходит ровно... Ну, по-моему, я не могу сказать, сколько ровно, но я на уровне нормал проходил. И замечал, что на это уходит примерно... Ну, секунд 30 точно. Потому что, смотрите. Сейчас покажу. Первый раз вы должны взламывать компьютер, чтобы просто открыть ее. Смотрите, вы просто взламываете его, и побег уже будет доступен. Вот, побег доступен, но вы можете украсить туда золото. Смотрите, вот она открылась на 20... Не знаю, на сколько минут, но представьте. Отсюда вам нужно пробежать вот туда, скрутиться по лестнице, открыть шкаф, пройти сквозь лазеры, выключенные лазеры, взять сумку с золотом и уйти. Ребят, на это много времени потребуется. Просто каждый раз бегать, это опасно. Ребят, поэтому я этого делать не буду, потому что это реально, я не успевал. Я записываю сотового дубля, это я не успевал. Видите, он уже снова заблокировался. Сейчас, секунду, давайте засекем, на сколько минут. На сколько секунд. Сейчас, засеку. На сколько секунд открывается хранилище. А, не хранилище, а с 40 секунд. Эти лазеры исчезают. С 40 секунд, вот, с 41 секунды. В верхнем, вверху экрана, если ты не понял. Ниль, стоп. Ё-моё, я чё-то затупил. Короче, ребят, прошу прощения. Неполадочка вышла. Сейчас объясню. Дело в том, что, как я уже сказал, на уровне Hard, Very Hard, Overkill, Death Wish я ни разу не проходил. Но я проходил на нормале. И на нормале открывается на 30 секунд. Ребят, на Overkill открывается на бесконечное время. А, нет, не на бесконечное, на 40 секунд, ребят. Всё правильно, если я вам сказал. Короче, ладно, ребят, не знаю, рисковать или нет. Ладно, ребят, не стал бы. Короче, даю вам совет. Если вы проходите хотя бы с одним другом. Один друг сидит здесь, а другой друг перетаскивает. Например, если друг застрял за лазерами, то вообще, ребят, жесть будет. Представьте, вот, если я один прохожу, я упаковываю сумку, и лазеры включились. Я не могу выйти в свой слазер незаметно. То есть, один друг говорит, всё, я готов выходить. Типа, открываю, он открывает, и тот проходит. Ребят, то есть вдвоём вы сможете пройти. Четвером смысла проходить эту миссию, в принципе, нет вообще, честно. Вот если вы ходите за компанию, чисто ради компании, то проходите. Но четвером можно вдвоём пойти, можно и дому. Надеюсь, после просмотра моего видео, у вас не станется вопроса, как эту миссию пройти. Потому что я даже веб-камеру включил, чтобы наиболее чётко вам показать. Хочу благодарить, ребят, вас, ребята, кто досмотрел это видео от начала до конца. Кто во всё это вник, кто переживал все чувства со мной, потому что это была опасная миссия. За третий день, 33 минуты 29 секунд, я прошёл. И всего за три дня я заработал 2 миллиона 904 тысячи на шор-аккаунт. И наличными дали 726 тысяч. Шор-болицы, ребят, неплохо, неплохо, весьма неплохо. Подводится, я играю на среднюю карту, ребят, не знаю, я играл в рандоме. Все выбирают среднюю карту, и редко кто выбирает какую-то другую карту. Полицейский специальная рукоять для GP-36 винтовки. Всем, ребят, спасибо за просмотр, понравилось видео, понравилось эпичное прохождение. Поставьте лайк, если вы ещё не успели его поставить. Подпишитесь на мой канал, если каким-то образом вы не подписаны, потому что здесь вы можете найти прохождение по Пейнер 2, Team Fortress 2, другим играм. Вот. Ну, там, другим играм. Посмотрите, проверьте. Всем спасибо за просмотр, с вами был Пранкстер. До новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok